всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю свой домашний влог у меня кстати спрашивали как-то занимаюсь ли я готовимся ли мы с ребенком к школе до готовимся но мы на самом деле так знаете девочки ну не сильно я напрягаю ребенка я вот вам честно скажу потому что все таки я считаю что летом отдохнуть конечно же нужно вот то есть основная работа все равно будет впереди у него вот поэтому мы занимаемся вот читаем книги но читаем уже ну то есть с июня он начал читать сейчас он читает питер пэн а очень много там по программе но мы все не успеем прочитать я честно признаюсь он мечтает естественно медленно вот но все равно читает кстати питер пэн ему очень нравится понравилась эта книжка он ее уже почти дочитывает вот а занимаемся мы ну чуть-чуть математикой чуть-чуть на вспоминаем английский так по чуть-чуть понемножку и пишем диктанты диктанты мы пишем меня тоже просили показать вот по такой книжечке я и покупала по моему в прошлом году девочки здесь маленькие тексты для изложения диктантов контрольного списывания вот после первого класса мы исписывали и писали диктанты а сейчас мы пишем диктанты здесь тексты небольшие но тексты такие знаете вот примерно вот такие да тексты здесь идет еще план и слова для справок здесь разделено по классам то есть вот мы сейчас например пишем диктанты по третьему классу вот эти вот начало как бы до третьего класса и здесь очень так интересно такие диктанты то есть на на правила всякие то есть вот каждый диктант в итоге вылезает какое-то правило которое он подзабыл ну с русским у нас не очень хорошо у нас четверка по-русскому такая твердая и туговая четверка до котелька моя пришла я закрыла дверь видите девочки ну что потому что у меня там мальчишки бегают шумно он не может когда дверь закрыт ему надо сходить и посмотреть что же там такое творят кто там сидит такой сладкий мальчик тут мы токут хорош не мешать что ты тут делаешь да скажи закрылась и шкафа вот ну и в общем да в общем пишем такие диктанты вспоминаем потихонечку правило ну и как бы все то есть я сильно не напрягаюсь считаю что сильно особо не нужно тем более пока что это начальная школа и так далее еще знать у меня пришло вот такая коробище от фаберлик я тут заказала много бытовой химии еще кое-что сейчас вам покажу и сегодня ко мне еще должен приехать курьер тоже о подготовке к школе ну для школы там сыночку у меня была ветровку куртку в общем ну куча еще мне надо всего докупить на физкультуру всякая ну-ка вот как обычно перед школой каждый год одно и то же вот на физкультуру до кроссовки нога у моего сына выросла в общем и самый высшину мне уже почти вот так вот где-то кошмар кошмар я прямо отсюда из коробки будут фаберлик вытаскивать и попутно покажу вам во первых я заказала это было написано новинкам поэтому я решила попробовать вот такой порошок стиральный концентрированный это идет для деликатных тканей и шерсти вот такой я обычно покупала жидкие в этот раз вот такой порошком артикула я вам оставлю внизу в инфобоксе в общем попробуем посмотрю я еще заказала вот этот порошок который мне очень нравится которым я сейчас все время пользуюсь я взяла для цветных тканей он у меня быстрее заканчивается вот такой вот этот мне очень нравится он действительно хорошо отстирывает в как бы вместе с пятного водителем работает вообще нура и не имеет вообще никакого запаха то есть будет пылье пахнуть исключительно кондиционером и мне вот эта история очень нравится заказала я как всегда кондиционеры это вот этот розенький он мне очень нравится вот этот розовый бархат это самый любимый но я всегда заказываю разные вот такой вот еще я взяла ну такой тоже все время беру мне кажется золотая органа тоже приятно пахнет также я еще взяла вот такой вот этот тоже восточный пион тоже очень вкусно пахнет девочки то есть мне больше всего из всех кондиционеров нравится вот эти два но больше вот этот конечно не нравится этот восточный пион тоже очень вкусно пахнет так сюда будут вставлять так дальше заказала опять детские взяла девочки но у меня я не беременна и деток у меня маленьких нет все равно уходит у меня вот это кстати детский так очень нежненько пахнет практически не имеет особого запаха но тоже тоже хорошо так и еще взяла два концентрата для геля для стирки это для черного и не для деликатных тканей то есть я попробую виде порошка вот и вот такой еще обычно я вот этот вот все время покупала вот этот мне очень нравится вот он действительно очень хорошо особенно шерстяные вещи он даже сохраняет как бы цвет потому что видите здесь как раз защита волокона цвета как раз сейчас будет уже скоро холодно так что пойдет у нас в принципе так-то летом не особо еще взяла средства для ванной комнаты тоже мне очень нравится очень хорошо убирает налет сильная ржавчина я не знаю у меня такого нет но вот и звездковый налет очень хорошо убирает также взяла два средства для мытья посуды вот этих с активированным углем с древесным точнее углем девочки извиняюсь очень нравится одно я взяла своей сестре отдам а второе взяла себе очень нравится не оставляет вообще никакого запаха абсолютно никакого не от рыбы не от чеснока ничего все убирает отличная из столешницы иногда быстренько если не сильно грязные протираю вот этими средствами очень нравится мне вот это руки не сушат нет никаких вот даже нет стянутости вот такой после этих средств очень нравится так дальше еще взяла свежитель воздуха тоже очень нравится очень нравится моим деткам вот этот вот свежесть фруктов ну всякий ягодные фруктовый ароматы очень приятные поэтому детям моим очень это очень разы также я уже вот такой вот маленький шампунь боди там против перхоти два в одном с цинком какой-то вот такой попробуем сейчас открыли спортзал и и он меня просил что-то маленькое ему купить правда написано против выпадения волосы чем это профилактика у меня уже не выпадают волосы для профилактики этому можно вот такой делак здесь спортзал открыли да и наверное я тоже скоро туда пойду и еще вот такой вот парфюмированный гель для душа кстати давайте попробуем он очень приятно таким лимонно-ментоловым ароматом вот такой взяла и здесь тоже такой приятные ароматики вот эти вот это мужик как раз он спортзал у меня себе возьмет и еще два мыльца для рук вот это мне очень нравится девочки вот это вообще обалденно пахнет просто вот этот вишневый конфитюр это просто что-то с чем-то честное слово ой боже он пахнет вот реально вишневыми какими-то леденцами очень вкусно пахнет вот это вот мыло для рук прямо обалденно вот видите теперь котейки мои надо выйти кастер бандита вот и 2 вот такой взяла малины белый шоколад я тоже уже покупала а это уже обалденно пахнет такой немножко с кислиночкой обалденные вот эти вот гели для душа и к и мыло для рук вообще просто обалденный так у меня еще здесь каталог вот такой смотрите симпатичный очень симпатичный будет посмотреть что там новенького будет интересненького взять две помады предыдущую помаду такую коричневатого оттенка мне оттенок не очень понравился я отдала сестре сестра у меня вообще безумного история от этой помады говорит очень классно она не растекать вам как я просто так намазала как гигиенической помадой побежала очень не понравился и оттенок и понравился поэтому если взяла 2 раз я одну отдала вот взяла значит а вот такую артикул 43 036 но я подпишу сейчас я ее открою это у нас полуматовая губная помада овация ой смотрите какой чехольчик красивый зеркало обалдеть и открывается как помадки от ланком от ланком такое же да вот нажимаете сюда ой слушайте какой красивый я сейчас накрашу покажу вот такой розовый розовый оттенок очень красивый мне кажется ничем не пахнет у меня тут просто вот этим пахнет мне кажется ничем не пахнет суждено футляр прям такой классный нанесу сейчас тоже покажу вам а второе это вот такое виде карандашика сейчас тоже откроем артикул 40 607 такой где вот такого карандашика я кстати давно хотела попробовать у фибролика она красная смотрите как а ой слушайте смотрите какой классный какой классный оттенок сейчас я сотру свою помадку нанесу ну что девочки вот так вот выглядит вот эта помадка она такая ведь и розовенькая немножечко такой розовый нют я бы сказала да морить мне очень нравится она такая как бархатная помада очень мне нравится я люблю иногда такие когда ярко накрашу глаза вот такая помада очень 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 классно девочки извиняюсь я криво накрасила ну ладно вот эта помада сейчас на камеру я не знаю она выглядит более красный на самом деле она такая более ягодная более более малиновая что ли не за очень мне нравится я люблю такие оттенки кстати очень симпатично ну да на камеру она выглядит более красный криво девочки извиняюсь но я думала что она будет суховато но нет она прямо так знаете как бальзамчик только наносится и блестит но симпатично но мне идут такие подобного подобные оттенки она такая на каждый день не темная не светлая но мне кажется классно мне очень понравилось девочки честно признаюсь мне очень понравился помадка кажется она прям классная особенно сейчас осенью она будет у меня вообще наверно в пир и в мир я осенью люблю такие помады носить класс она кстати выкручивается туда и обратно прикольно мне понравилось наверно еще каких-нибудь оттеночков себе возьму и вот это тоже такая как бархатная матка тоже понравилось посмотрим как в носку будет дальше но вот ту которая пришла раз заказывалась стрички моего очень понравилось конечно не супер стойкая но помада такая на каждый день очень даже хороший смотрите какой цвет нет все-таки она более малиновая сейчас она камера такая совсем красная в общем артикула вам оставлю внизу инфобоксе но еще сегодня покажу вам еще девочки хочу вам показать свои розочки я вот эту розу раскрытую вам не показывала еще так вот она выглядит очень она красивая ведь у нее белые лепестки с одной стороны да и красные с другой такой насыщенный яркий красный цвет они мне сейчас все болеют я уже вам показывала после дождей то такие последствия я их уже несколько раз опрыскивала но ничего я думаю что восстановится все будет хорошо такие красивые розы это одна из моих любимых мне очень нравится когда она цветет но вот видите немножко она болеет но несмотря на это все равно радует меня своими бутончиками красивыми вот еще тут много-много выпустила скоро этот раскроется просто ну это вот обожаю ее именно эту розу одна из моих любимых хотя у меня все любимые вот видите из-за дождей что происходит и вот такая вот еще вот этот розовый он уже показывал видите тоже пятнышки на лепестках это тоже вот болезнь к сожалению вот они у меня все болеют мучнистая роса и вот эта пятнистости что у них тут только нету и этим для опять на них села в общем кошмар и вот такая желтая роза кстати вот эта желтая роза она не флорибунда она именно должна быть под срезку то есть выпускать один то есть длинный такой ствол до 1 бутон как вот в магазинах продают роза вот такая же она должна быть но в итоге вот она таким кустиком все равно у меня распускается бывает что выпускает одну такую длинную но в итоге все равно но очень красивый желтый такой цвет мне нравится именно ну вот именно такой желтый цвет они не ближе к оранжевому такой ближе к лимонному очень тоже красивая роза вот ну тоже немножко у меня видите продолжает болеть хотя я их еще раз повторюсь уже много-много раз опрыскала главное чтобы они у меня не ушли ослабленными в зиму вот но надеюсь что все будет хорошо я буду подкармливать а тут тоже для на этой розе сидела вообще ну то есть все как обычно у меня кстати каждый год такая история каждый год я их каждое лето я их тут лечу по всякому опрыскиваю что только не делаю вот ну такая вот у нас к сожалению погода достаточно влажная так девочки приехал ко мне курьер сломоды давайте быстренько покажу что я взяла во-первых старшему своему сыночку в школу две футболки пола он у меня их носит в школу ему нравится мне очень понравилось качество вот этой вот она голубенькая вот такая марка идет на пуговки и она прямо такая мягенькая мягенькая очень классно видите какая сделана в общем вот такую взяла ему и взяла еще вот такой марки очень понравилась расцветка моему сыну она черная даже такая темная темно-синяя наверное скорее идет вот здесь вот такая окантовочка здесь вот такая окантовочка и здесь вот надпись очень симпатично тоже села очень классная тоже качество очень такое но это уже обычная такая хлопковая извиняюсь это тут уже повалял у меня ребенок пока мерил котейка пришла ко мне помогать да сладкий мой ты пришел мне помогать сладенький ты хороший мальчик вот он скажет самый лучший а так еще старшему тоже сыночку вот такую ветровку вот так вот называется марка не знаю нам очень понравилось просто она удлиненная выглядит как парка такая вот здесь идет просто такая хлопковая подкладка вот здесь вот кармашек здесь кармашек здесь кармашек где-то вот он понравилось то что есть вот такие надписи сейчас это они очень нравятся им всем классная просто обычная такая курточка сейчас сентябре ходить со светорочком если совсем холодно вот может даже начало октября если не будет сильно холодная у нас так что вот такую курточку так ну и мужу еще вот тоже ветровку вот это вот этой марки спортивный очень она ему тоже понравилась обычная спортивная то есть она тоненькая ветровка просто без утеплителя без силы здесь такая сеточка темно-синего мы мерили серую темно-синего темно-синего может понравилось больше кармашки здесь здесь кармашек но все все как положено и вот здесь вот кармашки воротничок стоечка и капюшон идет тоже классная куртка со скидкой вообще отлично здесь вот регулируемая вот этот вот ну как вот эти все спортивные куртки только этом вариант ветровки сидит свободно и идет размер в размер на себе девочки я взяла вот такие кроссовки мне очень понравились тоже стоили 900 чем-то рублей я вам все цены подпишу как обычно вот такие вот но на мой взгляд прям классные кроссовки за такую цену вообще эта марка пьер карден вот была тоже со скидкой здесь идут шнурочки вот такие но вот этот язычок он то есть видите сделан как бы внутри вот туда то есть ну нет отдельного язычка одевается как носочек но шнурочками можно все это дело подтянуть и будет замечательно такие простенькие бегать вот сейчас ходить мне вообще самое то потому что у меня одни кроссовочки мои порвались вот вот подошву очень классный кстати удобные легкие вообще мне очень понравились они приглянулись но расцветка такая черненькая подойдет под все подо все черно-серое классно идут тоже в размер в размер на мой взгляд очень симпатичный еще меня спрашивали как то что я делаю из баклажанов я их но если не делаю из них какие-то заготовки я их просто жарю в муке обжариваю вот так вот нарезаю длинненький конечно же предварительно замачиваю водички слегка соленый чтобы вышла да вот это горечь с них вот и потом обсушиваю и обваливаю в яичке и в муке вот и в принципе все бросаем сковородку обжариваю здесь вот с двух сторон их они получаются вот такие достаточно аппетитно выглядит вот такой вариант любит очень мой муж ему даже больше чем лодочки нравится вот такие баклажаны и делаю к ним на сметана чесночный соус вот так вот они у меня красивенько очень аппетитно выглядит на листики салата так вообще красота но они действительно очень вкусные попробуйте но посолить поперчить по вкусу их конечно же и вот эта сметана чеснок и укроп здесь у меня тоже этот соус очень полюбился всем моим домашним что-то последнее время я всю сметану наверно на вот такой соус убиваю скажем так так что ну такой достаточно быстрый простой рецепт можно там пару баклажанчиков так вот пожарить получается очень вкусно для тех кто любит баклажаны советую так сделать быстро вкусно просто обжаривается в такой панировки можно в панировочных сухарях но вот у меня кстати муж больше любит именно когда я в маке обваливаю панировочные сухари немножко немножко другой вкус что ли дают еще на гарнир я сварила рис сегодня на ужин как раз и запекла в духовке свининку мясо я ее замариновала конечно предварительной потом запекла быстренько в фольгке в духовочке так что вот такой вот у нас ужин получается огурчики еще порезала и здесь у меня это детям старшему младшему это курочка вот как раз панировочных сухарях ну аля домашние наггетсы как моим то называют тоже кстати часто очень готовлю так что вот такой вот у нас сегодня ужин с гарниром рис но я вечером я уже говорила гарнир не ем то есть у меня в качестве гарнира это всегда овощи и не вот кусочек мяса соус и баклажанчики но я еще потом естественно огурчики могу поесть то есть овощи в основном и еще мы тот вечером на ночь глядя можно сказать с моей подругой решили приготовить вкусный завтрак моим мужчинам на завтра это вот такие вот булочки слоеного теста тоже меня спрашивали что я из них делаю все что угодно вот мне кажется из слоеного теста можно делать все что угодно это обычно разрезается до раскатывается разрезается вот на такие квадратики да там стараюсь делать ровный кладута помидорку немножко выливаю яичко сверху сыра в духовку на 180 градусов где-то на 15 минут я ставлю они запекаются получается нереально вкусный завтрак мои обожают называют это мини пиццы мои все домашние так что советую попробовать вариации можно разу можно не класть помидорку можно не знаю там побольше колбаски можно поменьше можно мясо какое-то в общем кто как хочет скажем так но и вот на такой вкусной ноте я сегодня буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео нам было для вас полезным и интересным все артикулы и все ссылочки я вам оставлю внизу в боксе не забывайте переходите смотрите ставьте пальчики вверх мне это очень приятно оставляйте свои комментарии всех люблю целую и до новых встреч